всем привет дорогие друзья вы на канале smart watch канал только о смарт часах сегодня я хочу вас познакомить просто шикарнейшей программой для работы с часами smart часами у меня уже есть такой видосик для часов galaxy watch 4 ну и другими словами это будет же работать также с часами любыми часами на вирос а сегодня я покажу как с этой программочкой работать с часами huawei watch 3 ну и другими часами huawei которые работают на операционной системе как она там называется harmony да или как 2.0 ну и естественно будет выше значит и выше так что погнали программка называется у нас дорогие друзья а вот она adb up control и теперь подробно как соединить часы с этой программочкой и дальше что эта программочка может сделать с вашими часами поехали так ну потихонечку начнем у нас есть часики huawei watch 3 и программка adb up control а вот она дорогие друзья это программочка что значит мы с вами сегодня с этой программкой будем делать ну естественно в начале нужно научиться соединять данную программку с часами huawei watch 3 что значит еще нужно знать о том как установите где взять эту программку будет видосики в описании видео эта программка платная но она также работает бесплатно основное то что я буду показывать работает на бесплатной версии в свое время я его купил за 250 рублей и это ни в коем случае не реклама я не знаю разработчика с ним никак не связывался просто вот как ее купил свое время это где-то год назад и я так работаю может даже больше около двух лет назад и этой программочкой работы так скажем работает она только на компьютерах под управлением windows все на других не знаю на mac точно нет а вот на linux возможно есть не знаю точно не скажу ну ладно о том как ее устанавливать как активировать я показывать не буду как уже сказал есть описание видео для того чтобы ее соединить нам ее придется соединять по вай-фай наш компьютер и наши часики должны быть подсоединены к одной вай-фай сети на часах нужно будет открывать еще какие-то кое-какие вещи и давайте с этого начнем значит поехали нам нужно с вами открыть наши часики все идем настройки открываем настройки идем в самый низ проходим самый низ нам нужно открыть режим разработчика здесь самом низу нажимаем на номер сборки несколько раз и все раздел для разработчиков уже открыт выходим обратно и смотрим у нас появился раздел для разработчиков не помню говорил или нет часы и компьютер у нас должны быть в одной вай-фай сети но мы это еще сделаем дальше экран чтобы не газ обязательно это очень важно потому что если экран будет гаснуть вот именно в huawei тогда теряется связь с компьютером и с программкой в нашем случае вот допустим на samsung без разницы погас экран или не погас на galaxy watch в любом случае будет все нажимаем вот эту вот функцию отладку и следующую отладку по вай фай смотрите вот у меня здесь ничего нет это говорит о том что часы не подключились к вай-фай для этого мы с вами идем в вай-фай и подключаемся вот к этой сети к этой сети мы подключаемся все они подключились и компьютер у меня также подключен к этой сети как вы видите ноутбук все подключились теперь идем обратно вниз для разработчиков и смотрим 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 отладка по избе включена выключили еще раз включили вот появился у нас айпишничек 192.168.1.122 пятерки нам с вами не нужны теперь мы с вами смотрите в программке нажимаем вот сюда на значение где значок вай фай и удаляем вот эти значения до единицы здесь пишем единичку ставим точку и напишем 122 теперь нажимаем значок вай фай обратите внимание на часы здесь у нас разрешить отладку по избе показалось смотрите если вы в дальнейшем постоянно будете работать с этим компьютером то поставьте галочку всегда разрешать этому устройству соединение по уэсби вот разрешать и нажали галочку и теперь смотрим на на наше с вами приложение все приложение соединилась с нашим устройством просит установить еще одно приложение на наши часики для того чтобы правильно отображать значки всех приложений данное приложение мы сможем установить только тогда когда внесем изменения через командную строку для разрешения установки неизвестных приложений о чем я показываю дальше в этом видео ладно едем дальше едем дальше смотрите здесь допустим теперь у меня есть все вот все мои приложения которые установлены они здесь есть я что-то могу удалить не подскажу вам какие вот допустим кошелек его можно в принципе удалить вот у меня в россии да потому что в данном случае он он не работает его можно удалить другой компас можно удалить ну такие программы которые не будут влиять на допустим работу дорогие друзья на работу системы в целом остальные я конечно же не подскажу что здесь можно удалять что нельзя ну что то можно что то нельзя циферблат отдельно не удалишь допустим в galaxy вот 4 можно удалять циферблат их тут видно но так как здесь система другая все по-другому дальше это системные файлы дальше сторонние вот сторонних у меня пока не стоит но мы сейчас с вами поставим и они появятся как на данном в данном случае у нас здесь все устанавливать для того чтобы нам установить нам нужна консоль вот она консоль а дебю у нас уже стоит все теперь когда мы соединились мы хотим что-то установить правильно для этого сначала нам нужно дать разрешение для установку с неизвестных источников вот эту строку берем выделяем и вводим ее в adb ввели и нажали entle все сработало дисабл видите все отключилась эта функция теперь нам нужно устанавливать приложение выходим обратно и вот здесь нажимаем установить быстрая установка обратите внимание быстрая установка и далее идем туда где у нас приложение которое мы хотим установить я же вам показываю уже из самой программки потому что те приложения которые я уже устанавливал они сохраняются в самой программе их можно установить повторить хром вот пожалуйста давайте установим google chrome допустим и нажали установить ожидать ожидаем приложение установлено и вот он у нас появился пожалуйста google chrome мы его можем запустить даже дальше окей установили давайте еще что-нибудь попробуем установить так вот это я не помню что это такое ну так ладно не будем вот календарик можно установить попробовать да или мир пей установить можно но он не работает а спатифити мод пожалуйста давайте его тоже установим сейчас нажмем вот сюда и нажали установить ожидаем кстати как он работает есть у меня видосик на канале как именно он работает на часах Huawei Watch 3 все этот файлик маленький он установился достаточно быстро и вот она есть у нас спатифити мод light пожалуйста дальше дорогие друзья что у нас теперь вот смотрите теперь у нас появились сторонние приложения и чтобы их удалить нажали и удалить пожалуйста нажали и удалить все легко удаляется дальше когда вы будете удалять какие-либо приложения ну допустим системные да вот давайте мы с вами сейчас попробуем удалить кошелек все-таки смотрите я нажимаю и нажимаю выбрать вот здесь с этой стороны отключить его могу просто отключить не удаляя а могу удалить или сохранить но удаляю когда я его да вот смотрите сейчас удалить сама система мне предлагает его сохранить я нажимаю да хотите сделать резервную копию да все там он предупреждал первое окошечко о том что удаление системных приложений это плохо как видите он удалился у меня его теперь нет все готово удалился теперь вот здесь у меня я нажимаю удаленный вот у меня здесь есть в списке удаленных а также он у меня есть вот на эту папочку я нажал захожу довланг и здесь вот папочка моих часов и здесь этот кошелечек потом если что когда надо будет да допустим его обратно установить я его легко смогу установить вообще без проблем установить я его также смогу просто здесь отметил и нажал восстановить прошу обратить ваше внимание на часики все он у нас восстановился все очень быстро как вы видите происходит могу не устанавливать или не удалять а просто отключить как я уже говорил дальше что у нас здесь есть могу еще отправить пайлы сохранить сохранить пресет сохранить пресет это значит допустим я настроил уже все как мне надо на данных с данными часами что удалил что восстановил и сохраняя этот пресет все а потом его загрузить могу если вдруг я перезагружал свои часы сбрасывал и восстановить все как было это еще дорогие не все когда я все установил естественно да вот допустим сейчас я установил с вами google chrome надо ввести потом после еще одну строку вот эту вот для того чтобы включить то что мы перед этим с вами отключили чтобы работали корректно наше приложение установлены все видите до этого у нас она была отключена disable теперь enable опять включилась так теперь дорогие друзья инструменты вот это вообще классная вещь прям инструменты здесь мы с вами можем значки статус бара что-то мы можем с вами здесь ударить вот со статус бара здесь имеется в виду вот эти вещи мы вот эти значки можем вообще удалить какие-то отсюда прямо что их не удалить а их просто не будет видно это раз дальше разрешение экрана или дпи да можем изменить это нужно для некоторых приложений кастом ну допустим установить telegram на смарт на наши часики там нужно вот это вот штучка нужна а если кому интересно ну другими словами это использовать должен только тот кто знает зачем ему все это надо вот обратите в наше внимание дорогие друзья 320 плотность пикселей на дюйм я сейчас беру и делаю 200 и нажимаю применить на часики обратите ваше внимание погасли теперь я включаю и вот такой экранчик у нас здесь появился если я смотрите chrome google нажимаю теперь он меня вот такой больше здесь всего больше видите появляется youtube теперь обратно пишу 320 и нажимаю применить обратите внимание все теперь стало все на место все легко и просто далее дорогие друзья здесь же можно сделать скриншот допустим на гэлок всего 4 делается легко скриншот двумя кнопочками нажали вот эти кнопочки хопс скриншот готов на huawei этой возможности нет но здесь этот скриншот можно сделать нажали получили скриншотик сделать а нет извиняюсь вот теперь вы видите скриншотик вот он нажали можем посмотреть наш скриншот вот так далее что еще можно сделать можно управлять дорогие друзья нашими часиками прямо здесь компьютера нажали управление экраном вашего смартфона все смотрите мы теперь с вами на часиках пожалуйста можем листать и так далее и тому подобное как вы видите и здесь и здесь все у меня прекрасно работает здесь настроечки но это все о приложении вот такое вот шикарнейшее приложение которое позволит вам много чего сделать на ваших часиках если вы такой же энтузиаст допустим как я и вам постоянно чего-то не хватает и хочется какие-то новшества которых здесь нет но есть на других часах или смартфона поэтому я думаю что кому-то из вас это все-таки видео будет полезно если это так поставь свой лайк напиши свой комментарий ну и естественно подпишись на канал если ты еще не подписан спасибо за ваше внимание всего доброго и до новых встреч